В станице Елизаветинской появился необычный автобус. Отличники учебы могут проехать в маршрутке бесплатно, а хорошисты за полцены. Бонусная программа для школьников действует уже второй месяц. Водитель автобуса решил работать себе в убыток, но зато успеваемость в местных станичных школах сразу выросла. В этом убедилась наш специальный корреспондент Анна Федорова. Вы пятерки тут все получите? А мне пятерка по русскому. Все с пятерками? Молодцы заходим. Молодцы. У каждого. У меня их больше. Вместо проездного билета – дневник. Если в нем свежая пятерка, поездка в 74-й маршрутке в станице Елизаветинская бесплатная. Чаще всего, когда получаю пятерки, прихожу, показываю пятерку, еду бесплатно. Сегодня я получил пятерку по алгебре и поехал бесплатно, потому что ответил у доски. Решил несколько примеров. У Александра Каширцева самого двое детей. Старший в следующем году пойдет в первый класс. Десятый год возит пассажиров на дачи на окраине Елизаветинской. Говорит, часто видит, как ученики подолгу ждут маршруток. Школьные автобусы, конечно, есть, но они ходят по расписанию. Если ребенок опоздал или, наоборот, раньше освободился, набирается на общественном транспорте. А ведь есть еще и кружки, и секции. Эта идея и пришла. Как бы делать что-то доброе для наших детей, для подрастающего поколения. Исправляются. У них своеобразная игра появилась. Такая как, мол, я еду за пятерку, а ты тут едешь за деньги. Они друг друга подначивать уже начали. Стимул получать пятерки большой, признаются дети. Дело в том, что за отличную оценку в дневнике можно сэкономить 17 рублей. Да и четверка неплохо сохраняет карманные деньги. За оценку хорошо, хорошая скидка. Проезд почти наполовину дешевле. Да, я стала лучше учиться. Мне больше нравится бесплатно ездить. Ну, деньги потом я покупаю себе что-нибудь в столовой или что-нибудь вкусненькое в магазинах. Пока дети радуются возможности сэкономить карманные деньги на сладости, их родители и педагоги с гордостью отмечают успехи в учебе. Успеваемость выросла. Не экономит только дядя Саша. Напротив, все два месяца, как начал водить школьников за пятерки, терпит убытки. В среднем за один рейс в автобусе ездит 10 безбилетников с отличными оценками в дневниках. А это минусы зарплаты. Но водитель заявляет, отказываться от этой бонусной программы не собирается. Рада сделать добро дороже. Анна Федорова, Евгений Валитов, Краснодар, 24.